Беслан Исуфович, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что согласились встретиться с нами и ответить на наши вопросы. В чем вы видите задачи Центра в сегодняшних условиях санкций и активного импортозамещения? Главными задачами нашего Центра на сегодняшний день является поддержка предпринимательства малого и среднего, которые заняты в основном в легкой промышленности, в туристической сфере и в сельскохозяйственной сфере. На текущий момент, например, тех же предпринимателей в туристической сфере зарегистрировано за 2022 год более 280, тогда как предыдущие два года их всего было зарегистрировано приблизительно 150 предпринимателей, то есть почти в два раза больше. Немножко санкции повлияли в связи с тем, что люди в принципе все равно хотят отдыхать, ездить куда-то, посещать курортные места. И получилось так, что наша инфраструктура уже более-менее налажена, взять хотя бы тот же Архиз. В связи с этим очень многие предприниматели, которые имеют возможность, сейчас понимают, что эту нишу необходимо заполнять. Но это в туристической сфере? То же самое касается легкой промышленности, например, сельскохозяйственной промышленности. Многие наши предприниматели имеют теперь возможность выходить на электронные торговые площадки, в чем мы тоже им помогаем. Центр ведет большую работу по обучению предпринимателей. Будет ли эта работа продолжена и в этом году? Наш центр на регулярной основе проводил в предыдущие годы обучение предпринимателей, азбука предпринимателей, школа предпринимательства, семинары, молодежные форумы. В этом году Министерством экономического развития запланировано еще больше проведения указанных мероприятий. В том числе по школе и по азбуке будет увеличено количество практически в два раза обучающих программ. Потому что мы видим, что в условиях санкций, в условиях подавления такого на нашу страну, у нас не то, что даже мы идем к импортозамещению, мы обязаны сделать все, чтобы это импортозамещение состоялось. Есть такая история со стороны предпринимателей, когда они жалуются, что тот или иной продукт господдержки не работает. Что вы можете сказать по этому поводу? Все подобные обращения мы рассматриваем, анализируем, но для нас очень важна форма обратной связи. Но зачастую бывает так, что предприниматель сам, не ведя бухгалтерию именно в белую, обращается к нам за поддержкой. Мы помогаем всем предпринимателям вести свой бизнес уже законодательно правильно, чтобы не было никаких моментов таких, что предприниматель не уплачивает налоги. То есть, чтобы не было ситуации, когда предприниматель не показывает свою деятельность, не показывает прибыль, не платит налоги и при этом рассчитывает получить помощь от государства именно как предприниматель на свою деятельность. Но если бывают ситуации, когда поддержка у предпринимателя не получается, либо мы ему подсказываем, как ему лучше получить поддержку при условии его деятельности, исходя из его деятельности, либо уже направляем эту информацию в вышестоящие органы, чтобы они уже принимали решения на своем уровне. Александр Исуфович, что Вас больше всего вдохновляет в наших предпринимателях? Наши предприниматели отличаются очень большой активностью, в том числе наша молодежь. Они стараются изучать все законы, они стараются в принципе узнавать все возможности получения любой господдержки. Это как бы и хорошо, и правильно. Ну, естественно, иногда бывают такие люди, которые просто хотят получить поддержку, даже не особенно вникая в ее суть. Но таких людей, что хорошо, становится все меньше и меньше. И мы видим, у нас и город меняется, и республика меняется. Наверное, такое количество заведений, вроде как кафе или еще чего-то, у нас в городе, наверное, больше, чем в соседних городах. И это все делают именно наши предприниматели, наш малый бизнес. Та же наша легкая промышленность. Сколько наших предпринимателей уже зарегистрировано на электронных площадках. Сколько предпринимателей вышли из тени. Все они сертифицируют свою продукцию. Скажите, пожалуйста, сами когда-нибудь бизнесом занимались? Да, было такое время, но это было гораздо раньше, когда я был моложе. Но времена были другие. Если кто-то застал ельцинские времена, и только когда Владимир Владимирович стал президентом, было все немножко по-другому, мягко говоря. Естественно, не было таких центров, как наш. Наши предприниматели не знали ни поддержки, ни законов. Им было очень сложно. И тем не менее, очень многие многого добились. Ну и продолжают добиваться. Тем более, сейчас с нашей поддержкой все будет намного лучше. Какой бизнес, по вашему мнению, в нашей республике в приоритете? На сегодняшний день, как я уже говорил ранее, самый перспективный для именно малого-среднего бизнеса, в том числе нашей республики, это то, что у нас уже имеет какую-то базу. Это легкая промышленность, которая выходит из тени. Это сельскохозяйственная деятельность наших предпринимателей и набирающая обороты туристическая деятельность. Поделитесь примером, когда меры господдержки помогли взращиванию бизнеса. Пример. В прошлом году у нас была выдача грантов молодежи. Это обязательное условие предпринимательства до 25 лет включительно. И социальные предприниматели. Это предприниматели, которые входят в реестр соцпредпринимателей. Но в данном случае мы именно были очень рады обеспечивать грантами молодых предпринимателей, которые только-только начинают заниматься своим делом. Таких предпринимателей у нас оказалось 10 человек, тех, которые прошли все конкурсные процедуры и конкурсы. На что эти предприниматели получили гранты? Это пищевая деятельность, пищевая промышленность. Это, скажем так, кузнечное дело. Один из предпринимателей делает очень неплохие, качественные ножи, именно этнические немножко. Например, одна из девушек у нас будет преподавать, она вы и так уже тренер, это большой теннис. Задача вашего ведомства понятна и проста. Бизнесу нужно помочь. Что вы, помимо уже проделанной работы, планируете в этом году осуществить? В этом году мы собираемся расширить все наши услуги. Особенно расширить услуги для предпринимателей, занятых в сфере легкой промышленности. Это возмещение расходов, связанных с их торговлей на электронных торговых площадках, таких как Валберес, Озон, Яндекс.Маркет. То есть, все зависит от того, что хочет конкретный предприниматель. Размер субсидирования услуг будет не менее 50% от их затрат. Также в этом году мы планируем увеличить количество обучающих программ, семинаров. Мы также ежегодно выезжаем в регионы, в республики. Нам помогают очень сельские и муниципальные образования, которые собирают самозанятых предпринимателей. Во время этих семинаров мы полностью рассказываем в том числе про нюансы налогообложения тех или иных видов деятельности в предпринимательстве и самозанятости. То есть, мы объясняем, как и когда лучше использовать тот или иной вид деятельности. То ли человек выбирает самозанятость, то ли он выбирает именно предпринимательство. — Беслан Исуфович, спасибо за то, что Вы встретились со мной и ответили на мои вопросы довольно-таки исчерпывающе. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова